Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Далее коротко о главном. Договорились. Объявлено о дате и времени проведения предвыборных дебатов между двумя кандидатами в президенты – Майей Санду и Игорем Дадоном. Трагическая авария в Рыжканском районе. Водитель скончался после того, как упал на экскаваторе, которым управлял в реку Прут. Опасные развлечения ради лайков в социальных сетях. Трое молодых людей вели съемку с крыла самолета, который установлен перед зданием Кишиневского аэропорта. Центральное телевидение и Архей ТВ празднуют вторую годовщину. Любовь к профессии и уважение к зрителям помогают создавать уникальные и важные для общества сюжеты и передачи. О полюбившихся проектах и о планах на будущее в нашем праздничном репортаже. За последние сутки в Молдове зарегистрировано 935 новых случаев заражения вирусом COVID-19 после обработки более 3000 тестов. 9 завезены из-за границы – Франции, Египта, Италии, России, Румынии, Турции и Украины. В общем числе заболевших – 51 медицинский работник, среди них – 15 врачей. Таким образом, общее количество инфицированных в республике превысило 80 с половиной тысяч. 814 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За последние 24 часа еще 16 человек скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Тысяча пациентов была выписана в четверг из больницы страны. В общей сложности более 60 тысяч 200 пациентов вылечились от коронавируса. Центральная избирательная комиссия объявляет, что избиратели могут обращаться с заявлениями о голосовании по месту нахождения во втором туре президентских выборов, который состоится 15 ноября. Документы можно подавать в избирательное бюро по месту жительства. Какова процедура голосования с помощью переносных урн? Расскажем в следующем сюжете. Согласно информации ЦИК, избиратели, которые по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не в состоянии прийти на избирательные участки в день выборов, могут подать заявку на предоставление переносной урны для голосования. Заявление можно подать до 18.00 субботы 14 ноября. В день выборов заявления будут приниматься в письменной форме до 15.00 при наличии медицинской справки. Граждане с симптомами COVID-19 могут проголосовать 15 ноября на дому до 15.00 и не обязаны предъявлять медицинскую справку. В ЦИК уточнили, что лица, которые не в состоянии самостоятельно подать заявку, имеют право сделать это через членов семьи или социального работника. В отношении лиц с нарушениями зрения просьба о голосовании по месту нахождения может быть направлена в устной форме. Центр избирком сообщает, что голосование на дому может быть запрошено только в радиусе избирательного участка, где граждане прописаны по месту жительства. Предвыборный градус накаляется. Руководители избирательных штабов кандидатов в президенты провели телефонный разговор, чтобы определить, где и когда встретятся претенденты на пост главы государства. Первый раунд состоится в среду, 11 ноября в 19.00. О месте проведения пока не сообщается, однако рассматриваются два варианта. Молдавская экономическая академия, вуз которой окончили оба политических оппонента и территория одного из экономических агентов столицы. Организовать дебаты предложил Игорь Дадон, который ранее несколько раз отказывался от приглашения Майя Санду. Напомним, что второй тур президентских выборов состоится в воскресенье, 15 ноября. Граждане Молдовы будут выбирать между двумя претендентами. Лидером ПДС Майя Санду и независимым кандидатом Игорем Дадоном. К международным новостям. Вводимые в Европе противоэпидемиологические ограничения становятся все более серьезными. Одно за другим правительство вводит строгие карантины, чтобы остановить быстрый рост инфицированных COVID-19. Однако население недовольно этим. Люди устраивают манифестации и протестуют против локдаунов. Европейские страны продолжают бить рекорд за рекордом по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. Во Франции за сутки зарегистрировано более 58 тысяч заболевших. По этой причине в Париже с пятницы прекращаются доставки продуктов и товаров на дом с 22.00 до 6 утра, чтобы ограничить распространение COVID-19. Также во французской столице в ночное время будет запрещена продажа и употребление алкоголя в общественных местах. С пятницы же в Великобритании на ближайшие четыре недели вводится карантин, а рестораны смогут работать только на вынос. Учащиеся продолжают посещать занятия. В Германии закрылись бары, рестораны, бассейны и культурные учреждения, а профессиональные и спортивные состязания проходят при пустых трибунах. По состоянию на среду более чем 7 миллионам граждан Португалии, это почти 70% населения, рекомендовано не покидать жилища. На карте Европы есть государства, в которых введен и ночной карантин. Это Испания, Чехия и Австрия. В Румынии ограничительные меры вступят в силу 9 ноября. Власти предлагают ввести запрет на передвижение в ночное время, а школам перейти на онлайн-обучение. Также будут запрещены массовые собрания и вечеринки. Часы работ магазинов сократятся, рынки приостановят деятельность. Ношение защитной маски станет обязательной мерой на территории всей страны. В Словении и городе Любляна манифестация против эпидемиологических мер вылилась в жесткие столкновения. Потребовалось вмешательство полиции. Сотни людей собрались перед зданием парламента. Они вели себя агрессивно по отношению к представителям власти, нарушая ограничительные меры. Протестующие бросали бутылки, камни и петарды в полицейских, а те в ответ применили слезоточивый газ и водометы. Всемирная организация здравоохранения призывает правительство всех стран не ослаблять меры по борьбе с пандемией. Несмотря на то, что президентские выборы в США прошли во вторник, американские граждане до сих пор не знают, кто будет занимать кресло в овальном кабинете следующие четыре года. Подсчет голосов продолжается в пяти штатах. Эти результаты будут иметь решающее значение в борьбе за президентство. Голоса по-прежнему подсчитываются в Аризоне, Северной Каролине, Джорджии, Неваде и Пенсильвании. Счет между Джо Байденом и Дональдом Трампом составляет 253 к 214 соответственно, согласно голосам коллегии выборщиков. Ни один из претендентов не набрал необходимое количество – 270. Джо Байден пришел к минимальной разнице в трех решающих штатах, а Дональд Трамп почти обеспечил себе победу в двух других. Если эти цифры сохранятся до конца подсчетов голосов, то Байден станет президентом с 286 голосами против 252. Дональд Трамп заявил в четверг, что если будут считать законные голоса, он легко выиграет. В этот момент сразу несколько американских телеканалов прекратили трансляцию его выступления на том основании, что он дезинформирует общественность. Если посчитать законные голоса, я с легкостью выиграю. Если посчитать незаконные голоса, значит наши выборы пытаются украсть. Если подсчитать голоса, поступившие позже, то мы обратим внимание на эти голоса, полученные уже после окончания дня выборов. Джо Байден подтвердил необходимость подсчета каждого голоса и призвал американцев сохранять спокойствие. Мы не сомневаемся в том, что когда подсчет закончится, сенатор Харрис и я будем объявлены победителями. Поэтому я призываю всех сохранять спокойствие. По мнению аналитиков, вне зависимости от того, кто из двух претендентов победит, жестких протестов в стране не избежать. В этом уверены и американцы. Атмосфера в стране сбивает с толку. Мир взволнован, потому что это очень напряженная гонка. Я думаю, что есть большая вероятность, что люди выйдут на улицы и будут протестовать. Я живу в Портленде, штат Орегон, где протестовали последние 130 дней, включая прошлую ночь, когда потребовалось вмешательство национальной гвардии, чтобы успокоить волнение. Подсчет голосов на президентских выборах в США проходит так долго, потому что рекордное количество, примерно 100 миллионов американцев, проголосовало в этом году по почте из-за пандемии коронавируса. Подсчет должен завершиться до 29 ноября. Генеральная ассамблея ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны. По предложенной Российской Федерации резолюции предлагается отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам событий тех лет. Всем государством-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам предлагается соответствующим образом отмечать эти дни как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны, говорится в документе. Также, согласно резолюции, 1 декабря этого года должно состояться специальное торжественное заседание Генеральной ассамблеи в память о жертвах войны. По словам представителя России, в последние годы ООН проводила торжественные заседания в память о войне в мае, однако в этом году пандемия не позволила это сделать. В связи с этим Россия предложила созвать такое заседание в декабре, уточнил дипломат. Напомним, 24 ноября 2004 года Генеральная ассамблея провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения. Вернемся к новостям нашей страны. Трагедия в Рыжканском районе. 61-летний мужчина скончался в больнице после того, как экскаватор, которым он управлял, упал в реку Прут. Это произошло вчера днем в приграничном районе Костештыстынка. По данным полиции, водитель не справился с управлением, когда въезжал задним ходом на территорию пристани пограничной полиции. В результате экскаватор занесло и он упал в воду. Отчаянные крики мужчины услышали люди, находившиеся поблизости, которые и обратились в полицию. Мужчину госпитализировали в больницу Рыжканского района, но через несколько часов он скончался. Правоохранительные органы ведут следствие, чтобы установить все обстоятельства трагедии. Падающий столб на столичной улице Петриканы сегодня утром напугал водителей. Фотографии были размещены в социальных сетях. Интернет-пользователи выразили опасение, что может произойти трагедия, если власти вовремя не вмешаются. Главный инженер коммунального предприятия «Лумтех» Анатолий Аппарату, с которым мы связались для уточнения деталей, пояснил, что в три часа ночи неизвестный автомобилист врезался в столб и скрылся с места происшествия. В семь часов утра муниципальные служащие начали ремонтные работы. Чиновник уточнил, что все расходы по установке столба возьмет на себя водитель, которого до сих пор разыскивают правоохранители. Больше никаких зеленых стрелок на светофорах. На нескольких улицах столицы их уже убрали. Решение было принято после обращения граждан к столичным властям. По словам людей, из-за дополнительных стрелок их жизнь ежедневно подвергается опасности. С другой стороны, мнения водителей разделились. Часть из них поддерживает решение властей, другие жалуются на то, что теперь долго придется стоять в пробках. Водители, нервничая, теряли время в километровых пробках. Таким выдалось пятничное утро на улице Панхалипа в столице, где демонтировали две зеленые стрелки, расположенные на пересечении Космеску и Матьевича. Некоторые водители считают, что дополнительная зеленая стрелка облегчала передвижение. Теперь же приходится долго стоять в пробках. Было хорошо, вот те могли проехать, теперь мы все стоим и создаем пробку. Стрелки, они помогали. Не было таких заторов. Другие автомобилисты подстраиваются под ситуацию. Мне все равно, потому что я соблюдаю правила. С другой стороны, когда свободно, ты пользуешься ею. А третьи по привычке продолжают движение на красной. Где ты видишь стрелку? Но вот пешеходы считают, что до сих пор они не чувствовали себя в безопасности и боялись переходить улицу. Вообще не пропускали машины людей. Зеленый свет горит, машины едут, ноль эмоций. Я рада, что люди могут хоть спокойно сейчас ходить. Хорошо, что ее сняли, честно говоря, потому что здесь перекресток, особенно по утрам, он напряженный перекресток. И часто тяжело, во-первых, для пешеходов, во-вторых, аварийные ситуации. Городские власти заявляют, что хотят повысить безопасность пешеходов и определят все места, где такие стрелки представляют опасность. Мы проводим анализ всех перекрестков, там, где они приносят больше вреда, чем пользы. Их убирают, потому что их установка никоим образом не была продумана и спланирована. Напомним, знак «Зеленая стрелка» был внесен в правила дорожного движения в 2017 году. Он разрешает водителю проезжать даже на красный свет, но при этом обязывает остановиться и пропустить все транспортные средства и пешеходов, двигающихся на зеленый. Ради лайков готовы на все. Три молодых человека сняли видео о том, как прыгают на крыле самолета рядом с Кишиневским международным аэропортом. Кадры были размещены в социальной сети. На них видно, как молодые люди танцуют и прыгают на крыле самолета, словно на батуте. Видео вызвало шквал негативной реакции. Интернет-пользователи обвинили молодежь в неуважении к красивым местам города, написав в комментариях, что лучшим наказанием для них будет неоплачиваемая работа на благо общества. Полиция взяла этот случай под контроль. Ведется расследование и поиск подозреваемых для привлечения к ответственности. На этой неделе 42 человека, в том числе 10 несовершеннолетних, отравились грибами. 11 случаев было зарегистрировано в Кишиневе. Специалисты советуют гражданам не покупать грибы в неположенных местах. Всего на этой неделе в службе неотложной медицинской помощи было зарегистрировано около 70 случаев отравления. Из них более половины из-за употребления грибов. Причем 20 из 25 человек, которые уже попадали в больницу в этом году, вновь были госпитализированы в течение последних трех недель. По словам медиков, поздней осенью количество отравлений увеличивается, поскольку осадки в этот период благоприятствуют появлению в лесах большого количества грибов. Специалисты советуют выбирать только те виды, которые знакомы, и не покупать их в неположенных местах. При появлении первых признаков интоксикации, рвота, диарея, обильное потоотделение и галлюцинации, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. К другим темам. Проект «Детская площадка в каждом селе», инициированный председателем политической партии Шор Илоном Шором, реализован еще в девяти населенных пунктах Аргеевского района. Теперь у детей появились безопасные места для игр. Общее число современных площадок, построенных в рамках проекта – 31. Детские площадки появились в селах Пятра, Желобок, Погребень, Кукурузены, Лопатна, Пелеван, Киперчены, Суслены и Биешты. Дети играли вместе с аниматорами прямо у новой зоны отдыха. Инициатор проекта депутат Илон Шор отметил, что вместе со своей командой он и дальше будет дарить детям улыбки. Будем идти огромными темпами вперед. Дорогие друзья, я сказал, что я хочу, чтобы дети каждого молдавского села имели возможность благоустроенной, хорошей детской площадки, чтобы мы с вами могли слышать детский смех. Малыши из Кукурузен, Лопатны и Пелевана до сих пор, проводившие свободное время во дворе школ или на улицах, были счастливы получить в подарок современную игровую площадку. Мне нравится детская площадка. Она интереснее, чем двор. Я хотел бы проводить здесь весь день. Теперь мы можем пойти с друзьями и поиграть в свободное время. Родители говорят, что они будут спокойнее, зная, что их дети находятся в безопасном и благоустроенном месте. Благодаря детской площадке наши дети обязательно будут здоровыми, веселыми и в хорошем настроении. Детям из сел Суслены, Киперчены и Биешты тоже понравились современные площадки. Это очень хорошо разработанный проект, потому что у детей из сел нет возможности часто бывать в городе. Открытие площадки стало настоящим праздником для детей из Пятры, Желобка и села Погребены. Малыши вместе с родителями поблагодарили тех, кто участвовал в этом проекте. Спасибо от всей души, всей команде за усилия, которые они вложили в наше село. Это хорошо, потому что у нас много детей, а детской площадки не было. Председатель Аргейского районного совета Дину Цуркану поздравил местных жителей с открытием детских игровых площадок и отметил, что проект продолжится и в других селах. Мы стремимся к тому, чтобы в каждом селе Аргейского района были такие детские площадки, которые будут доставлять детям эту маленькую радость. В свою очередь, примары населенных пунктов поблагодарили команду Илона Шора за поддержку. Сегодня у нас здесь, у Дома культуры села Лопатна, есть детская площадка, до которой можно дойти из любого уголка села за 5-10 минут. Мы надеемся, что в будущем такие детские площадки в селе появятся еще в трех местах. О начале проекта детская площадка в каждом селе Илан Шор объявил в конце июля. С тех пор их построили в 31 селе 13 районов страны. В воскресенье Аргеев оденется в праздничный наряд. 8 ноября городу исполняется 466 лет со дня первого задокументированного упоминания о нем. По этому случаю местные власти подготовили для жителей много культурно-художественных мероприятий. На праздник приедут известные артисты Молдовы и Румынии, а завершится вечер ярким шоу фейерверков. Все это, конечно же, с соблюдением всех противоэпидемических мер. Старт мероприятием будет дан в 10 утра в центре города, где официальные лица возложат цветы к памятнику господаря Василию Лупу. Позже гости и жители Аргеева и Аргеевского района смогут полакомиться вкусностями на ярмарке «Золотая осень». Художественная программа начнется в час дня в парке «Иванос», где выступят звездные исполнители Игорь Кучук, Ольга Чолаку и Габриэль Дараванцу. Я приглашаю вас сюда, споем вместе. Начиная с шести вечера и парк развлечений Архиэлэнд наполнится весельем. На сцену выйдут Лия Табурчан, Оля Тира и специальный гость из Румынии Михаил. Увидимся в воскресенье 8 ноября в парке Архиэлэнд. Отметим храм города Аргеева. Увидимся там. В течение дня всем гостям праздника будут предложены сладости и подарки. Для соблюдения санитарных норм присутствующим выдадут защитные маски и дезинфицирующие средства. Все мероприятия организованы премырией Аргеева и Аргеевским районным советом под руководством команды Илона Шора. Я приглашаю всех-всех-всех в город Аргеев. У нас день города. Приезжайте, посмотрите, как у нас будет. Мы очень рады будем вас видеть. Это будет праздник души для жителей Аргеева, потому что они этого заслуживают. Это будет парад, которым мы прославляемся последние пять лет. По всей вероятности у нас будет большая выставка голубей. Это традиция города. Мы проводим ее каждый год. У нас будет много интересных, красивых мероприятий. С днем рождения, красивый город. Храм города Аргеева отмечается ежегодно в день, когда православная церковь чествует святого великомученика Дмитрия Солунского, чудотворца. 8 ноября Центральное телевидение и Архей ТВ отмечают два года со дня основания. Это были два года деятельности, полной вызовов и достижений. Все это время благодаря команде профессионалов, которые работают с энтузиазмом и вдохновением, мы рассказываем и показываем вам самые свежие и достоверные новости, интересные программы и любимые фильмы. Два года назад на медиарынке Республики Молдова появились два новых телеканала. Телевизионные Чентралы и Архей ТВ. Созданные в рекордно короткие сроки, практически с нуля для тех, кто жаждал получать последние новости на румынском и русском языках. Мы два года даем возможность увидеть события с разных точек зрения и показываем только достоверную информацию. Поскольку телевизионные Чентралы и Архей ТВ были запущены в период нестабильности на политической и социально-экономической арене страны, у нас было много вызовов и задач, которые нужно было решить в этот непростой период. Мы надеемся, что наш сплоченный коллектив справился с этими задачами и не разочаровал наших телезрителей. Хочу искренне поздравить телеканал «Центральное телевидение» с довольно серьезной для телеканала датой – два года развития, два года новых проектов, новых программ. Хочу поздравить каждого члена нашего большого творческого коллектива и пожелать еще больше новых программ, которые с интересом будут смотреть наши верные телезрители. Особое место в телепрограмме обоих каналов занимают ТВ-проекты, политические ток-шоу, социальные и развлекательные передачи, фильмы и сериалы – все нашло свою аудиторию. Передача «Молдова Зи Ди Зи» рассказывает о самых острых проблемах граждан. Вместе с нашими гостями мы предлагаем различные решения для развития страны. Молдова ежедневно сталкивается с различными политическими и социальными испытаниями. Гости «Молдова Зи Ди Зи» пытаются разобраться в этих вопросах, определить проблему и в то же время найти решение. Политические темы затрагивает и передача «Осталеп Лайф», которую ведет политолог Валерий Осталеп. Это новый проект сезона. Мы стараемся решать самые острые проблемы, которые возникают в политической жизни за последнее время. Передача только в начале пути, но мы надеемся, что это будет долгосрочный и успешный проект, который займет достойное место в предпочтениях телезрителей, интересующихся нашей политической жизнью. Всегда быть в курсе всех событий и проблем населенных пунктов в стране – таков девиз программы «Ора Локала», которая дает каждому зрителю возможность узнать о проблемах и достижениях в селах и городах Молдовы. С радостью и гордостью могу сказать, что это одна из самых дружных и лучших команд, с которыми мне выпала честь работать. Хочу сказать всем своим коллегам – примите мои поздравления, удачи и профессионального успеха. Нашим зрителям уже полюбились эксклюзивные и проникновенные интервью Дианы Ботнару в шоу «Интреной», которое в новом сезоне выходит в другом формате и в выходные дни, а также интервью Екатерины Арнаут в проекте «Герой нашего времени». Дорогие наши телезрители, с огромным удовольствием мы радуем вас новыми интервью в программе «Герой нашего времени». В качестве гостей у нас есть как известные отечественные, так и мирового масштаба личности. Смотрите нас на Центральном телевидении и Археи ТВ. Недавно мы приготовили для телезрителей наивкуснейший сюрприз – передача «Шорох на кухне», которую ведет заслуженная артистка Российской Федерации Жасмин. Вместе со своими детьми Мироном и Маргаритой в игровой атмосфере они готовят разные блюда. Название передачи от фамилии – Шор. С вами семья Шор, и мы рады представить вам наше кулинарное шоу. Шорох на кухне! Уже в этой неделе вы можете смотреть новый сезон нашей с Маргариткой и Мироном юмористической кулинарной программы эксклюзивно на телеканале «Центральное телевидение» по субботам. Приносить радость и в то же время дать возможность задуматься. В новом уникальном проекте «Уаминь Пентру Уаминь» рассказываются жизненные непридуманные истории. Передача приходит на помощь героям со сложной судьбой, для которых мы – последняя надежда. Я очень счастлива, потому что я часть профессиональной команды, состоящей из творческих особенных людей. И благодаря нашему проекту «Уаминь Пентру Уаминь» нам удалось быть ближе к тем, кому нужно протянуть руку помощи. А каждое воскресенье наши телезрители получают дозу юмора с командой «Муждей Шоу». Мы решили в этой передаче поднять все проблемы и обсменять их. Только с помощью смеха, юмора легко воспринимать все, что происходит в нашей стране. Я хочу пожелать телевизионной «Централа» только процветания. Два года – это хорошо, но давайте не будем видеть этот предел. Будем стремиться вперед, вперед, вперед. Пусть это будет 10, 20 лет, 30 лет и так далее. И будем надеяться, что все будет только хорошо. Будет много авторских проектов новых. За два года благодаря уникальным проектам и настойчивости творческого коллектива мы достигли постоянного роста аудитории, говорит генеральный продюсер телевизионная «Централа» и Орхей ТВ Светлана Курмей. Мы готовим еще один очень интересный проект, который вас порадует как своим содержанием, так и звездным составом ведущих. Но пока я не буду раскрывать скобок, пусть это будет сюрпризом этого сезона. Естественно, что мы стараемся радовать наших телезрителей и телевизионным контентом. Это не только продукты российского телеканала ТВСА и одного из лидеров российского медиарынка, но и те сериалы, фильмы, которые мы приобретаем сами. И, конечно, самое большое богатство наших ТВ-каналов – это люди, которые каждый день из любви к своей профессии, из уважения к телезрителям и желания профессионально развиваться делают важное дело для граждан и общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Кишиневе 7 ноября будет 13 градусов тепла. В Бричанах ожидается 11 выше нуля, пройдут дожди. В Бельцах плюс 12 и осадки. В Сороках 13 выше нуля, пройдет дождь. Во Флорештах 12 градусов с положительным знаком осадки. В Леушанах плюс 14. В Аргееве, Унгенах и Дубосарах 13 градусов тепла. В Террасполе плюс 13, в Камрате и Кагуле 14 выше нуля. Переходим к погоде за рубежом. В Бухаресте 14 градусов тепла, в Киеве 12 выше нуля, в Москве будет плюс 10. В Лондоне 14 выше нуля, в Мадриде 15 градусов тепла и дождливая погода. В Париже плюс 17. В Риме 19 градусов тепла, в Берлине 11 выше нуля, в Афинах плюс 18. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»!